Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость говорит, что есть лишь одно основное препятствие, которое мешает тысячам людей получить исцеление или свободу во всех сферах их жизни. Большинство верующих буквально не видят этого препятствия. Оставайтесь с нами, и вы увидите, существует ли сверхъестественное измерение. Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Здравствуйте, сегодня с нами Джейк Кейл. Несмотря на то, что Джейк еще молод, он видит чудеса исцеления почти во время каждого своего служения. Но есть один аспект в его служении, о котором решаются говорить немногие. И еще меньше людей обладает знаниями в этой сфере. Речь идет о том, что тысячи людей обретают свободу от бесов, когда вы молитесь... Да, я видел много исцеления и чудес, но я регулярно вижу в своем служении сверхъестественное знамение. Это изгнание бесов. Люди получают свободу от влияния злых духов. Тогда озвучу первый вопрос, которым непременно будут задаваться те, кто нас сейчас смотрит. По-библейски ли это, и насколько это вообще актуально? Конечно. Для Иисуса изгнание бесов из людей было таким же привычным делом, как проповеди. Он регулярно освобождал людей, а также учил этому своих последователей. Он поручил своей церкви делать то же самое, поэтому это вполне нормально по-библейски и очень актуально сегодня, потому что в нашей жизни есть много сфер, на которые могут оказываться влияние демоны. Это и наш духовный рост, здоровье, наше взаимоотношение, психическое, целесное здоровье. Злые духи могут оказывать влияние на все эти сферы. Кстати, Библия говорит о духах немощи. Это меня очень интригует. И я объясню вам, почему. Джейк, многие люди не исцелены, потому что молились за исцеление, а им нужно было освобождение. У вас тоже был такой опыт, не так ли? Разумеется. Однажды я молился за одну женщину. У нее было много различных заболеваний, врачи не могли поставить ей диагноз. Временами она была прикована к инвалидной коляске. Я поехал помолиться за нее и узнал, что раньше она была связана с колдовством. Поэтому я стал молиться за освобождение. И она получила исцеление. Она стала ходить по комнате, затем впервые сама поднялась по лестнице. Она получила освобождение, и благодаря изгнанию бесов она была исцелена. Вы видели, как тысячи людей обрели свободу. Приведите нам, пожалуйста, еще пару примеров. Я видел, как люди обретали свободу от зависимости от порнографии или каких-то других вещей. Люди получали свободу от гнетущих мыслей, депрессии, тревожности, страха, мысли о самоубийстве, от всевозможных мучений и целесной немощи. К вам приходили люди из других религий, а они тоже получали свободу от демонов. Наш Бог нелицеприятен. «Расскажите мне об одной мусульманке». Никогда этого не забуду. Женщина-мусульманка пришла ко Христу незадолго до того. Она увидела видение Иисуса, приняла Его как Господа и решила креститься. Господь положил мне на сердце, что во время служения водного крещения многие получат свободу от злых духов. Эта женщина тоже пришла и начала молиться перед крещением. Я увидел, что в ее разуме есть какой-то духовный барьер. Я не знал предыстории, но, как оказалось, ее с подросткового возраста угнетал демон. Ей ничего не помогало, хотя родители очень старались ей помочь. И вот она зашла в воду, чтобы креститься, я помолился за нее, и вдруг она начала содрогаться. Она взмахнула руками, потом сяжалась, а затем демон наконец вышел. Она получила полную свободу от этого угнетения. Вы говорите, если в служении людям нет освобождения, вы ограничиваете Евангелие. Что это означает? Бог не предполагал спасение без освобождения. Оно часть Евангелия. Иисус служил людям и нес им спасение, исцеление и освобождение. Освобождение было ключевой частью Евангелия. Благодаря крови Иисуса мы получили прощение грехов, а также свободу от власти греха и царство тьмы. Это часть Евангелия. А вы считаете, что люди порой нуждаются в освобождении, но это не так очевидно? К примеру, есть демонические духи, которые переходят в семьях из поколения в поколение. И люди к ним просто привыкают. Да, демоны любят обитать во тьме. Они любят действовать из-под тяжка, влиять на людей из-под воль. И порой это не так очевидно из-за разной степени демонического влияния. Иногда нужно развлечение от Духа Святого, чтобы он показал, что проблемы человека стали результатом влияния демонического духа. Что мне нравится в Джейке, так это то, что он учит по Библии. Это его учебник. Однако он учит и по Библии, и по личному опыту освобождения. Расскажите мне о своем личном опыте. Еще пример. Конечно, я рос в христианской семье. Родители уверовали, когда мне было два года. Но когда я подрос, меня увлекла порнография. Сексуальные грехи, разгульный образ жизни, вечеринки с алкоголем. Я вел такой образ жизни, когда учился в старших классах и колледже. Я вел двойную жизнь. Я считал себя христианином, но при этом жил в оковах греха. В 19 лет у меня произошла драматическая встреча с Богом. На одном из семинаров я ощутил обличение Духа Святого. Он открыл мои глаза на мой образ жизни, на грехи, которые я совершал. Я увидел, какой двойной жизнью я жил. Тогда же я ощутил, как Бог изливает свою любовь в мое сердце. И в тот момент я был мгновенно освобожден от оков порнографии и похоти. Вы не исповедовали разные местописания, не удерживали себя силой воли от компьютера. Это было мгновенное освобождение и радикальное преображение. И проблем нету. Но затем, с течением времени, Джейк стал задумываться. Да, со мной это произошло, но почему я не так часто слышу об освобождении? В моем учебнике в Библии сказано, что в то время было много демонов, а сейчас, что демонов уже вообще нет. Мне кажется, многие именно так и думают. Я жаждал истины, поэтому углубился в Писание и увидел в Евангелиях много примеров. Я читал о том, как Иисус изгонял бесов и спрашивал себя, почему я этого не видел. Я всю жизнь в церкви, но никогда не видел, чтобы из кого-нибудь изгоняли бесов. Я так жаждал узнать это, задавал Богу вопросы, и Бог стал отвечать на них. Сначала Он показал мне сон. В этом сне я находился в кафе со шведским столом. Я был голоден, поэтому встал со стула и пошел к буфету, но тут я краем глаза заметил человека с очень мрачной внешностью. Он был просто олицетворением зла. У него был очень свирепый взгляд. Я сел на место, а этот человек вдруг направился прямо к моему столику. Я встал и сразу понял, что в нем злой дух. Потом я ощутил источник силы в своем животе. Ко мне пришла смелость, и я сказал, «Во имя Иисуса приказываю тебе выйти из него». Мужчина мгновенно получил свободу и стал меня благодарить. Когда же я проснулся, я был немного напуган. Я подумал, что не хочу делать это в реальной жизни. Ну, представляете, я пойду в кафе, поскольку у меня просто нет опыта. Кому же хочется иметь дело с бесами? Вот именно. Но я понял, что так Бог направлял мое внимание. Он проговорил ко мне в этом сне. Вскоре после этого я наткнулся на книгу. Я прочел ее и осознал библейский принцип реальность злых духов и потребность в освобождении в наше время. С тех пор, как Бог верил мне в это служение, прошло много лет, и я увидел, как тысячи людей получили свободу. Джейк выглядит как молодой человек, однако он действительно уже много лет находится в служении освобождения. Вы видели, как тысячи людей обрели свободу, и у меня родился тот же вопрос, что и у вас. Пожалуйста, ответьте честно. Вы боитесь этих бесов? Я не боюсь бесов. Как христиане, как верующие люди, мы не должны бояться бесов. Один из важных моментов, который нужно понять каждому верующему, у нас есть власть над злыми духами. Иисус дал нам силу и власть над нечистыми духами. Что это означает? Власть — это законное право или же разрешение изгонять бесов. Бесы подчиняются нам во имя Иисуса, поэтому у нас есть право или же власть изгонять бесов из людей. Эту силу дает нам Дух Святой, Божие помазание, которое пребывает в нас, двигается через нас и дает нам возможность изгонять бесов из людей. Поэтому верующим нечего бояться. Мы не должны бояться бесов. Напротив, они должны бояться нас. Они подчиняются нам во имя Господа и Иисуса. И в этом сила. Есть один противоречивый вопрос, связанный с темой освобождения. Джейк исчерпывающе ответит на него, когда мы к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. У меня есть отличная новость. Когда этот выпуск закончится, у нас будет специальное продолжение. Джейк собирается послужить освобождением вам. Да, лично вам. Он проведет вас по сферам, где вы чувствуете затруднения и поведет вас к свободе. Кто-то из вас еще не знает, каково это — быть свободным. Но вы будете свободны. Не пропустите момент, который изменит вашу жизнь. Зайдите на наш сайт после того, как этот выпуск закончится, чтобы увидеть специальный фрагмент программы. Джейк, ваша книга очень проста, если можно так сказать. Каждый верующий должен иметь возможность не только получить освобождение для самого себя, если нужно, но и помочь множеству людей, которые будут спасены в этом движении Божьего Духа, которое происходит в мире сейчас. Есть несколько основных истин об освобождении. Вы можете рассказать о них, глядя в камеру. Да, я хочу сделать тему «Освобождение простой» и донести библейское понимание, поскольку есть много заблуждений. Первая из основных истин — демоническое влияние реальным. Нам нужно принять тот факт, что злые духи действительно существуют. Мы не можем их игнорировать. Мы фокусируемся на Иисуса, но нам нужно понимать, что злые духи реальны, и их влияние тоже реально. Второе — демоническое влияние встречается скорее часто, чем редко. Иисус часто служил освобождением, и сегодня положение остается тем же. Очень многие нуждаются в освобождении. Третье — истина. Есть разные степени демонического влияния. Иногда оно едва заметно, иногда очень выражено. Количество бесов зависит от места, которое они занимают в жизни человека. Четвертое — истина. Определенные вещи могут открыть двери для демонического влияния. Другими словами, есть вещи, которые открывают бесам доступ в жизнь человека. Иногда это прижившийся грех, в котором не каются. Иногда травма или насилие. Иногда непрощение. Иногда это связь с оккультизмом, когда люди занимаются колдовством, предсказанием будущего. Иногда это влияние поколений. Так что есть определенные вещи, которые открывают дверь в жизнь определенного человека. Хорошо, Джейк. Пришло время рассказать о самой противоречивой истине, связанной с темой освобождения. Озвучьте ее. Да, вопрос, могут ли в христианине быть бесы. Самый противоречивый вопрос темы освобождения. Порождающие войны. Да, это точно. На самом деле все проще, чем кажется. Иисус сказал, что освобождение — это хлеб детей. То есть оно принадлежит детям Божьим. Это часть нашего спасения, нашего наследия во Христе. Недопонимание начинается с вопроса, что такое быть с бесом. Кто-то считает, если в человеке бес, он одержим. Естественно, христианин не может быть одержим бесами, потому что он им не принадлежит. Мы искуплены Христом и принадлежим Богу. Мы храм Духа Святого. Но это не означает, что в жизни человека не может быть определенных сфер, на которые бесы влияют. Я могу сравнить это с домом. К примеру, человек покупает дом, который во многом требует ремонта. Однако человек принимает решение приобрести дом таким, какой он есть. Он покупает дом, сделка совершается. Новый владелец въезжает в дом и начинает ремонт. Он начинает чинить крышу, реставрировать перекрытия, менять трубы. Так же происходит, когда мы спасаемся. Мы искуплены. Произошел переход. Дух Святой приходит, чтобы жить в нас. Однако предыдущий владелец не ухаживал за ним. Поэтому дом во многом необходимо преобразить. Для многих верующих освобождение становится частью такого процесса преображения. Поэтому да, христианину может потребоваться освобождение, и в нем могут быть бесы. И самое главное, если вы не верите, что христианин может попасть под влияние беса, вы заблуждаетесь. Второе. Одна треть описанных в Библии чудес Иисуса была связана с освобождением. Если вы молитесь об исцелении, и вам нужно освобождение, вы не получите никакого результата. Я убежден, что определенный дух стоит и за раковыми заболеваниями, и также и за страхом. Определенные духи стоят за многими другими вещами. Так где же должный баланс? Как его найти? Баланс есть, потому что отнюдь не каждая проблема вызвана бесами. Мы не должны смотреть на освобождение, как на панацею. Нам нужно развлечение. Порой проблемы человека порождены плотью, или это обычный недуг. В других случаях это бесы, поэтому нам нужно прежде всего сфокусировать свой взгляд на Иисусе. Не слишком фокусироваться и зацикливаться именно на освобождении. Вы много учите об этом. Сколько лет вы это делаете? Около 15 с лишним лет. Прекрасно. Я знаю, что есть история, которая, вероятно, лучше всего иллюстрирует то, о чем мы говорим. Это аналогия с библейской историей о Лазаре. Да, мне нравится использовать историю Лазаря как иллюстрацию освобождения. В этой истории Иисус пришел к гробнице, где лежал мертвый Лазарь. Иисус дал два повеления. Первое — Лазарь и Дивон. Написано, что Лазарь вышел из гробницы, обвитый погребальными пеленами. Его руки были связаны, ноги были связаны, лицо было закрыто. Иисус дал второе повеление — «развяжите его, пусть идет». Для меня это символизирует освобождение. Я обнаружил, что многие верующие останавливаются между двумя этими повелениями. Другими словами, они знают, что спасены. Первое повеление символизирует спасение. Наше спасение — это духовное воскресение. Теперь мы живы. Но многие верующие знают, что они спасены, что они идут на небеса и что их грехи прощены, остаются связанными в разных сферах своей жизни. Они не могут идти вперед к целям Бога и к тому, что Он им приготовил. Второе повеление — «развяжите его, пусть идет». Это призыв к освобождению, чтобы люди обрели свободу и могли двигаться во всей полноте того, что Бог им приготовил. Но вы идете еще дальше. Вы произносите фразу, утвержденной в свободе. Мне так нравится. Это слово «свобода». Да, Бог желает, чтобы мы утвердились в свободе, чтобы мы не только освободились от духов, но и утвердились в Боге, в Его любви, в нашей идентичности во Христе и ходили в этой свободе. Мне нравится Божье искупление. Иногда это процесс, когда мы обновляем свое мышление и утверждаемся в Слове. Бог искупил нас, освободил и помогает ходить в свободе. Что еще лучше, мы можем помогать обрести свободу другим людям. Я очень ясно вижу одну вещь. Это прямо-таки бросается в глаза. Вы получаете огромное удовольствие, когда видите людей свободными. Расскажите о своих ощущениях. Я никогда не устаю смотреть на людей, которых угнетали и мучили беса. Я смотрю, как эти оковы падают. Зачастую люди уверены, что им придется жить с этим всегда, что надежды нет, что это тупик. Я смотрю, как Бог вмешивается, как Он полностью меняет их историю, и это так радует. Так выражается Его безграничная любовь к людям. Бог любит дарить людям свободу. Может ли каждый служить так же, как служите вы? Может ли каждый так молиться? Я уверен, что вскоре один миллиард душ придут к познанию Мессии. В церкви будут просто не способны вместить всех, кто туда придет. Тогда будет задействована абсолютно вся церковь. Но что будет, если люди будут говорить, «А, пускай всем этим занимается пастор». Ему просто не хватит времени, чтобы вникнуть в каждую ситуацию. Иисус не поручал служить освобождением каким-то отдельным людям. Он сказал, «Эти знамения будут сопровождать всех, кто уверует. Во имя Мое будут изгонять бесов». Это задача всей церкви. Любой верующий в Иисуса может освобождаться. Это ключевое слово. Верующий в Иисуса на оригинальном языке Нового Завета, греческом. Это человек, который на личном опыте познал Бога. Многие христиане выросли в церкви. Они верят, что у них никогда не было собственного опыта. У вас можно отнять убеждение, но ваш опыт у вас отнять невозможно. Я хочу помолиться за каждого нашего зрителя прямо сейчас. Повторите за мною вслух эту молитву. Дорогой Бог, я грешник, и я всем сердцем раскаиваюсь. Я верю, что кровь Иисуса омывает все мои грехи. И теперь, когда я полностью чист, Иисус, прошу тебя, живи во Мне. Научи меня, что значит принять себя как Господа моей жизни. Я хочу знать себя. Я хочу лично познать себя. Джейк, помолитесь кратко за людей. Мы вернемся к этой теме в продолжении нашего выпуска. И это будет что-то невероятное и мощное. Помолитесь, пожалуйста. Отец, благодарю тебя за каждого зрителя. Во имя Иисуса, пусть твой Дух Святой служит их сердцам и сходит на них. Во имя Иисуса, я разрушаю силу всякого демонического влияния вашей жизни. Я приказываю бесам уйти. Я приказываю уйти духу угнетения. Я приказываю уйти духу страха. Я приказываю духу суицида уйти из вашей жизни прямо сейчас. Пусть всякое демоническое влияние вашей жизни будет разрушено во имя Иисуса. Боже, пусть люди по-новому наполнятся твоим духом во имя Иисуса. Присоединяйтесь к нам в продолжении нашего выпуска. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я пастор Тодд Смит. Вы знали, что можете быть местом обитания славы Божьей? Присоединяйтесь ко мне в программе «Это сверхъестественно», чтобы узнать, как. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидорот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.